Всем доброго времени суток! Хочу поделиться с вами рецептом вкуснейших картофельных колец с чесночным вкусом по корейскому рецепту. Картофельные кольца выходят с хрустящей корочкой снаружи, соусом просто объедение. Пол килограмма картофеля очищаем от кожуры. Промываем под проточной водой от грязи. Далее нарезаем на кубики. Нам необходимо приготовить картофель. Либо на газу отварить. Либо, как я, можно использовать микроволновую печь. Для этой цели складываем картофель в специальную емкость для микроволновых печей. Сверху оборачиваем пищевой пленкой. Далее делаем отверстие в пищевой пленке. Диаметр моей формы 24 сантиметра. В микроволновой печи пол килограмма картофеля будет готовиться 8 с половиной минут. Пока готовится картофель, мы очистим одну головку чеснока. Измельчать чеснок можно либо при помощи терки, либо при помощи специальной чеснокодавки. Если вы очень любите чеснок, можно использовать вместо одной головки, например, две головки чеснока. Это никак не испортит вкус. Картофель приготовился. Мы извлекаем его из микроволновой печи и даем ему остыть. На раскаленную сковороду добавляем сливочное масло, растапливаем его. Далее туда отправляем измельченный чеснок и поджариваем его на медленном огне в течение одной минуты. Дальше добавляем воду. С этого времени огонь убавляем и будем готовить на медленном огне. Добавляем муку. Вымешиваем муку в чесночном соусе, чтобы не было нерастворенных частиц муки. Остывший картофель мнем до состояния пюре. Глубокую емкость отправляем в наш картофель. Следующий ингредиент, который пойдет в нашу смесь, это будет чесночно-мучной блинчик, который мы пожарили на сковороде. После этого мы добавляем расчетное количество крахмала. Ложки должны быть без верха. Соль по вкусу. Максимально можно добавить одну столовую ложку. По вкусу добавляем зелень. У меня это замороженный укроп. Вымешиваем тесто. Оно должно получиться крутым и ни в коем случае не должно прилипать к рукам. Из картофельного теста формируем шарики и далее приплющиваем их. Получаются своеобразные блинчики. При помощи пробки мы вырезаем серединку. Серединка очень легко отходит и получаются такие кольца. Жарим в большом количестве растительного масла на среднем или большом огне до золотистого цвета. Когда-то давно я попробовала это блюдо в кафе и после этого долго пыталась повторить рецепт. Получилось, конечно, не с первого раза, но всеми секретиками я надеюсь смогла с вами поделиться. Уверена, что ваши картофельные кольца получатся еще более идеальными. Вот кажется, из таких простых ингредиентов, не используя ни яйца, ни молоко, просто картофель и масло, можно сделать вот такую прекрасную закуску. Ему можно подавать как на повседневный стол, так и на праздничный стол. Эти румяные золотистые солнышки поднимут вам настроение даже в самую плохую погоду. Выкладываем картофельные кольца на бумажное полотенце, чтобы ушло лишнее масло. Картофельные кольца выходят с хрустящей корочкой снаружи и очень нежные внутри. Сочетается абсолютно с любым соусом. Я первый раз, когда приготовила своей семье, оно разошлось у меня буквально за полчаса. Итак, у нас с вами получилось приготовить целую тарелку этих вкуснейших картофельных колец с чесночным вкусом по корейскому рецепту. Я надеюсь, вам понравился наш рецепт. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем приятного аппетита и до скорых встреч. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!